Израиль следит за новостями с антикоррупционного фронта. В центре внимания жена премьера Беньямина Нетаньяху, Сара. На этой неделе начался суд, который должен установить, виновна ли Сара Нетаньяху в мошенничестве и злоупотреблении общественным доверием. По меркам украинских чиновников это звучит смешно. Ее обвиняют в нарушениях всего лишь на десятки тысяч долларов. Но по израильским меркам всем не до шуток. Не лучшая ситуация и у самого премьер-министра Израиля. Его допрашивали уже 12 раз в рамках его собственных дел о коррупции. Реально ли, что вот такие обвинения против высокопоставленных чиновников следователи доведут до конца? Разбирался Сергей Ауслендер. У резиденции израильского премьера демонстрация. Собравшиеся держат плакаты с надписью «Крайми министр», то есть министр-преступник. Хотя называть Нетаньяху преступником пока рановато. До суда не дошло еще ни одно из четырех дел, в которых фигурирует его имя. Но сам факт этих расследований уже вызвал в стране настоящую бурю. В Израиле не просто отрицательно, скорее крайне болезненно относятся к любым проявлениям коррупции среди должностных лиц. Самый хрестоматийный пример тут, пожалуй, история Эхуда Ольмерта, бывшего премьер-министра, который за взятку получил 6 лет тюрьмы. Отсидел, правда, меньше двух. В разное время по разным похожим обвинениям за решеткой оказывались министры и депутаты, мэры городов и главы государственных корпораций. Если сформулировать коротко, неприкасаемых тут нет. Какой бы пост не занимал чиновник, насколько хорошими связями бы не обладал, как только выявляется факт коррупции, в него мертвой хваткой сперва вцепляется пресса. А затем подключаются полиция и прокуратура. Сильнейшая общественная обструкция и конец карьеры чиновника. Вот что ждет взяточника. В Израиле это очень, как сказать, болезненная ситуация, когда кто-то из рукопоставленных чиновников или даже министров нарушает правила поведения. Это правила поведения. Это даже не столько закон, сколько этический код. Он существовал в Израиле и был очень развит. На примере того же Нетаньяху хорошо виден этот самый этический код. Первое уголовное дело было возбуждено по факту получения премьером дорогих подарков от известного голливудского продюсера Мильчина. Сигары, коллекционный алкоголь, украшения для жены. Они давние друзья с Нетаньяху. И все бы ничего, но у Мильчина обнаружились в Израиле серьезные бизнес-интересы. Этим делом сразу заинтересовалась прокуратура. Премьер-министр говорит, что это были просто подарки, они не были связаны с исполнением обязанностей как госслужащего. А полиция считает, что подарки в таком объеме просто так не дают. И это уже достаточное подозрение для того, чтобы считать это взяткой. Впрочем, взяткой это можно считать, если обвинение докажет, что в обмен на презенты Нетаньяху оказал Мильчину какие-то услуги. В противном случае это другая статья. Обман общественного доверия. Преступление скорее морального характера, но политику вполне может стоить карьеры. А она у Нетаньяху в самом разгаре. Он уже 9 лет премьеры собирается выиграть следующие выборы. И тут очень не кстати начался еще один процесс уже против супруги Бениамина Нетаньяху Сары. Саре Нетаньяху, супруги главы правительства, инкриминируют растраты в районе около 100 тысяч долларов того бюджета, который был выделен государством на, собственно, резиденцию главы правительства, на то, чтобы они там жили, принимали людей и так далее. Якобы Сара тратила бюджетные деньги на дорогих шеф-поваров, изысканные напитки и еду. Если ее признают виновной, она может попасть в тюрьму на 5 лет. Сейчас защита жены премьеры и обвинения ведут переговоры о досудебной сделке. А журналисты вовсю смакуют подробности скандала. Кстати, о медиа. Тут можно вспомнить еще одно дело Нетаньяху. Крупная компания, владеющая самым серьезным интернет-порталом в Израиле, получила налоговые льготы в обмен на положительное освещение деятельности главы правительства. К покушениям на свободу слова в Израиле тоже относятся очень негативно. Попытка контролировать СМИ, которые, опять же, не вписываются в демократический строй и в то, как мы себе представляем нашу страну. Как можно больше СМИ, которые были бы подвластны лично ему и его людям. Попытка зачистить СМИ от независимых журналистов. Но я бы сказала, да, это одна из самых проблематичных сторон его правления. В Израиле уже давно существует общественное движение за чистоту власти, в которое входят юристы и журналисты. Десятки чиновников отправились за решетку именно благодаря деятельности этой организации. Самый красноячивый пример того, к чему приводит коррупция, случай с премьером Цхаком Рабиным. У его жены журналисты нашли незадекларированный счет за границей, на котором было 400 долларов. Это стоило Рабину, одному из самых ярких государственных деятелей премьерского кресла. Сергей Услендер. Подробности недели. Ближневосточное бюро. Телеканала Интер.